Я приветствую вас сегодня на IT-токе, посвященном Девайс Хайв. Это разработка Data Art. Это проект, которым все наши офисы работают в разных направлениях уже довольно давно. То есть недавно вышло третье обновление платформы. И в частности в Одессе будет скоро проходить Пакатон, посвященный разработке проектов на Девайс Хайв. Поэтому прошу обратить внимание на статье в ДОУ в нашем блоге, посвященной именно анонсу Пакатона. Там нет судьбы на сестра, чтобы проверить, если будет. Проверю, спасибо. На ДОУ именно нет. Да, на ДОУ. Я даже в комментариях писал, я в комментариях написал. Спасибо большое. Поэтому будем ждать всех заинтересованных людей. 22 октября в Южном Украинском Национальном Трагическом Институте будет вводная встреча. И с нового ноября пройдет сам Хакатон. А сейчас я передаю слово Олегу. Да. Привет всем. Меня зовут Круг Олег. И в компании DataArt я занимаюсь вебет-разработкой. Переходи. 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 Да. Хочу. Что больше по каким технологиям? Сколько у нас питонистов здесь есть? Ну, кто-нибудь с питоном близко общается? Так. Раз. Раз. Кто только раз? Два. Три. Нам просто понадобится питон, потому что приложение, которое пишется для устройств, для разных мобильных платформ, как демонстрация, в общем-то написано на питоне. И мы разберем особенности кода. Сделай чуть тише, а там механические. Понимашка. Да, так, наверное, нормально. Так. А JavaScript? JavaScript, наверное, больше. Раз. Два. Три. Четыре. Да. JavaScript. То есть хорошо. Значит, ориентируемся сегодня на питон и на JavaScript. То есть мы... Да. Пару слов хотелось бы сказать вообще, о чем пойдет сегодня речь. Значит, вначале я расскажу о том, что такое интернет вещей. Да, кстати, вот попутно с интернетом вещей кто-то работал, с этим понятием как интернет вещей. То есть были какие-то проекты. Раз. И два. И три. Да. Но остальные, наверное, так или иначе с этим понятием сталкивались, читали про него. Возможно, на выставках что-то видели. То есть вопрос постоянно на словах. То есть я сделаю небольшой обзор, что это такое, откуда эта технология пошла, кем, когда и как она была создана и какие технологии были в основе интернета вещей. После этого мы рассмотрим open-source проект DeviceHive, который создан компанией DataArt и который призван существенно облегчить жизнь разработчикам, которые работают с интернетом вещей. Наверняка по ходу, в общем-то, моего рассказа будет много вопросов. Я бы прошел вас, вы записывайте все эти вопросы и в конце мы обязательно все их разберем. Ну и будет сегодня небольшая практическая часть. То есть, по сути, мы пройдем полный цикл от регистрации на сервере DeviceHive. Каждый захочется введет свой аккаунт. Попробуем скачать оттуда библиотеки, посмотреть, как их интегрировать в свой проект. В общем-то, по сути, пройдем весь цикл от начала до запуска приложения на своем устройстве и создания веб-приложения. Ну, пожалуй, начнем. Итак, что же такое интернет вещей? Ну, в общем-то, из самой формулировки понятно, что это интернет и какие-то вещи, которые, в общем-то, существуют вокруг этого интернета. Термин в последнее время очень популярный, набирает обороты. Особенно он начал набирать обороты после того, как проект Nest — это умные, так называемые, термостаты. Это был, в общем-то, стартап, который начинался буквально несколько лет назад. И, как вы, наверное, многие из вас знают, последние, не знаю, сколько, месяца три назад он был продан компанией Google за очень много денег. Там речь идет о миллиардах. После этого, конечно же, большинство стартаперов и большинство компаний подхватило идею дистанционного управления объектами через интернет, через мобильные средства, через смартфоны. Тема, в общем-то, набирает, растет обороты. И, по прогнозам аналитиков, количество именно устройств, которые подключаются к интернету, на сегодняшний день уже существенно опережает количество людей, которые имеют доступ к интернету. И, по прогнозам тех же самых аналитиков, в самое ближайшее время тенденция только растет, растет, растет. Более того, очень большое количество сейчас проектов, где устройства, именно устройства, ведут себя совершенно самостоятельно. В интернете практически не требуют никакого вмешательства человека в этот процесс. То есть это могут быть какие-то удаленные датчики, это могут быть какие-то смарт-устройства, которые работают в каких-то погодных условиях, где человек не способен функционировать. Также в последнее время появилось большое количество устройств с приставкой смарт. Наверняка вы все хорошо это видите, знаете, пользуетесь. Большинство из таких систем это умный дом, умные двигатели. И в последнее время даже появилось такое понятие, как умный город, когда, по крайней мере, анонсируется, что большинство из инфраструктуры городской будет подключено к интернету и каким-то образом можно мониторить данные, управлять какими-то объектами и так далее. И в последнее время анонсируется такое понятие, как умные заправки. Вот в Европе и в США, когда, допустим, человек подъехал на заправку с помощью своего мобильного телефона, может без вмешательства человека, в общем-то, порешать все свои вопросы. Хотелось бы пару слов сказать о том, откуда, в общем-то, пошла вся эта технология. Ведь совершенно недавно об этом, в общем-то, ничего не было известно. А пошла она вот откуда. Значит, большинство производителей полупроводников, микропроцессоров, памяти. В последнее время стали анонсировать семейство процессоров, которые ориентированы на мобильные устройства. И эти процессоры имеют очень низкую стоимость. То есть буквально стоимость процессора может достигать 5, 4, 6 где-то в таких пределах долларов. Такие процессоры имеют очень низкое энергопотребление. Как правило, в отличие от десктопных процессоров, они имеют большое количество периферийных устройств. Таких, например, как порты ввода-вывода, аналоги-цифровые преобразователи, различные интерфейсы для коммуникации, с датчиками с исполнительными устройствами, как это SPI-интерфейс, квадрат-си. То есть, иными словами, это некая мобильная платформа очень небольшого размера, которая может совершенно полноценно функционировать как замена десктопа. Конечно, безусловно, частота ниже, память ниже. Но отличительной особенностью таких систем является возможность запускать полноценную операционную систему, такую как Linux. Благодаря этому мы, в общем-то, имеем полноценный TCP IP-стэк, Ethernet, то есть видеокарту. То есть мы имеем практически все для того, чтобы создать какое-то свое embedded-устройство, которое будет функционировать в интернете. При этом мы имеем это устройство по очень маленькой цене. То есть фактически, я думаю, большинство из вас работали с Raspberry Pi или с Arduino. Скажите, поднимите, пожалуйста, руки. Вот с Raspberry Pi кто-нибудь. Ну и с Arduino, наверное, тоже большинство имели дело. Ну, то есть, по сути, плата размером с кредитную карточку. Сейчас уже вышла ее обновленная версия. Это A+, которая еще меньше, еще дешевле. При этом он имеет, в общем-то, все те же достоинства, которые есть в более ранних версиях, которые вот здесь показывают. Компания Intel пошла еще дальше. И вот выпустила Intel Edison, который, в общем-то, размером даже меньше, чем спичечный коробок. Ну, правда, конечно, он стоит дороже, чем Raspberry Pi. Но, тем не менее, на Edison тоже на сегодняшний день разворачивается полноценный Linux. И можно иметь вполне функционирующее устройство с полной поддержкой драйверов, с полной поддержкой устройств. И практически заменить не очень мощный, доступный компьютер. Вокруг, в общем-то, этих плат в последнее время появилось огромное комьюнити. Как правило, это компании, которые торгуют этими платами. На сайте каждой из этих компаний можно найти огромное количество разнообразных исходников. Практически реализованы все устройства, все датчики, все интерфейсы. То есть запустить какое-то свое приложение на такой плате можно в течение 10 минут. Можно настроить какой-то веб-сервер на Node.js, либо на бетоне запустить какое-то свое приложение. То есть информации масса. Низкая цена, доступность информации, доступность самих плат. В общем-то, как раз таки привели к тому, что в последнее время стали появляться такие решения, как умный дом, умная кофемашина, умный холодильник, не знаю, умная еще что-нибудь. То есть практически все, что можно подключить к интернету, сейчас пытаются подключить. Я, честно говоря, даже слышал умная бритва, которая тоже подключается к интернету, ведет какую-то там статистику, ее можно программировать как-то. В общем, я думаю, в ближайшее время практически все будет подключено к интернету. И, в общем, хотелось бы поговорить о проблемах, которые возникают в этой сфере. Давайте, например, предположим, что у нас есть некий стартап, и мы, допустим, захотели реализовать систему умный дом. Но что нам для этого нужно? Нам для этого нужно, в общем-то, какое-то, наверное, подобное оборота устройства, которое будет стоять в нашей квартире. Там будет большое количество датчиков, которые там, не знаю, фиксируют температуру, влажность, фиксируют такие моменты, забыли ли мы выключить утюг, или мы забыли выключить освещение. В общем, мы должны как-то еще управлять розетками, термостатами. В общем, все, что связано с электричеством в квартире, мы хотим каким-то образом управлять или мониторить с помощью, ну, например, мобильного приложения на Android или на iOS. Что нам для этого нужно? Ну, как минимум, три компонента. То есть нам нужен, нужно само устройство с датчиками, нам нужен какой-то облачный сервис, куда данные все эти будут стекать и отправляться. Ну, и нужно какое-то приложение на мобильный телефон, где, в общем-то, мы все это будем мониторить, включать, выключать. Таким образом, как минимум, в этом проекте, ну, я думаю, будет участвовать 3-4 человека, как минимум, которые будут отвечать каждый за свои технологии. При этом, в общем-то, надо постоянно устраивать какие-то собрания, совещания, постоянно обсуждать интерфейсы, кто в каком формате будет эти данные передавать на сервер, как эти данные, получается, оттуда направляется в приложение. То есть все это огромное количество времени. При этом все это совершенно разные технологии, это совершенно различные интерфейсы. Все это, конечно, приводит к потере огромного количества времени человека, частов, ресурсов. Все это приводит к материальным большим затратам. И, в общем-то, конкуренты не спят, и какая-то фирма в это время уже может выпустить свое устройство на рынок. Наша идея просто выделяет акцион. И поэтому учитываем, в общем-то, все эти особенности. В DataArt в 2012 году компанией был создан open-source проект, который называется DeviceHive. создан он был для того, чтобы существенно упростить жизнь разработчикам, которые вот как раз таки хотят создать либо какой-то стартап, либо какую-то свою гео-реализовать в облаке, либо, допустим, на расстоянии поуправлять какими-то объектами, поработать с датчиками. Но, одним словом, реализовать свой интернет-вещей. Работает эта система по принципу M2M, то есть устройство с устройством соединяется. Представляет оно из себя облачный сервис, то есть это облачный API, который содержит административный портал. Чуть-чуть позже с вами мы посмотрим, как работает администрация DeviceHive. Ну и, конечно же, есть набор библиотек, компонентов и описаний для практически каждой существующей на сегодняшний день технологии. То есть основное назначение этого фреймберка – это экономия времени разработчиков и возможность дать разработчику абстрагироваться от всех проблем, связанных с интерфейсом, пересылкой. Данных, обсуждением с разработчиками, как и в каком формате кто пишет свое приложение. То есть, используя эту систему, разработчик сможет фокусироваться вот именно на той идее, которую он хочет. Реализовать без всяких дополнительных, наверное, ненужных ему моментов. Как я уже сказал, это open-source проект. То есть, в общем-то, зайдя на этот сайт, на сайте DeviceHive. Каждый может скачать себе исходники этого проекта. Можете посмотреть, как он работает, учитывая, из чего он состоит. Доступна полностью вся информация. То есть, каждый может его использовать. Хотелось бы пару слов сказать о структуре. То есть, как это все работает, из каких компонентов состоит и как начать работать в DeviceHive. У нас есть четыре основных блока. Первый блок – это устройство. Устройство – это, в общем-то, то наше непосредственное железо, с которым мы будем работать, которое мы будем управлять или с помощью которого мы хотим получать данные из опыта. Значит, для устройства доступны следующие библиотеки. Это Тотнет, Питом, Андроид и Си для микроконтроллеров. Скажите, а вот просто с восьмиразрядными микроконтроллерами есть? Есть, вот тоже раз и два и три. Хорошо. Просто есть библиотека для микроконтроллеров, мы чуть позже, к нему еще вернемся. Шлюз в качестве, да, вот устройства – это вот наши конечные устройства. Шлюз – это gateway, это промежуточное звено, с помощью которого по REST протокол, с помощью WebSocket либо HTTP протокола данные посылаются на сейвер и идет обмен информацией. Для шлюза также доступны следующие библиотеки, то есть это либо C++, либо Тотнет, либо Питом. Сервер, ну сервер, в общем-то, это сервер. И клиент. Клиент – это программное обеспечение, то есть это может быть веб-приложение на Java. Это может быть Android-приложение, либо приложение, написанное под iOS. Вот более подробный список. Всю информацию также можно найти на сайте. Это более подробный список библиотек, которые доступны для разработчиков. Не обязательно очень-то использовать DeviceHive как какой-то облачный сервер, удаленный сервис, который находится где-то в сети. С помощью докера, либо Juju, вы можете развернуть, то есть с сайта DeviceHive можно скачать готовый докер-контейнер, который вы можете развернуть на своем локальном компьютере, создать свой локальный DeviceHive, свой интернет-вещей и свою сеть. То есть вы можете это развернуть прямо у себя в локальной сети, либо на рабочем месте, если вы не хотите работать через интернет. Немножко практики. То есть переключимся с теорией на практическую часть. Возможно, кто-то с планшета, с телефона, может быть, прямо сейчас я покажу здесь. То есть мы зайдем на сайт DeviceHive и посмотрим, как же нам начать с этим всем работать. Продолжение следует... Так, вот он наш сайт DeviceHive. Значит, правым верхним углом, если мы нажмем, мы увидим все доступные ресурсы на сайте. То есть здесь есть документация, здесь есть довод для всех библиотек, здесь есть samples, в которых показывается применение DeviceHive для рабочих технологий. И один из, в общем-то, интересных моментов – это бейграунд. То есть это рабочая площадка, на которой, в общем-то, вы получаете место. У нас появляется своя админка, свой бейграунд, после того, как будет пройден процесс регистрации. Давайте попробуем с вами это сделать. После регистрации мы увидим с вами... После того, как мы пройдем процесс регистрации, он очень простой, то есть email, пароль, все как обычно, мы получаем свои креденшиалы для работы с сервером. Значит, в регистрациях мы имеем API URL. Это ток URL, с помощью которого, в общем-то, мы дальше обгодим с этим сервисом. Получаем ключ доступа, имя сети, ключ к сети и административную консоль. Сейчас я покажу, что такое административная консоль и как она работает. Вот как выглядит наша административная консоль. Значит, здесь есть пользователи. Значит, админ пользователей можно создавать сколько угодно. То есть это, в общем-то, те люди, которые имеют доступ к нашему аккаунту. Здесь есть сети, девайс-классы и сами устройства. В данный момент у меня к облаку подключено два устройства. Это плата Intel Galileo и Raspberry Pi. Что значит все эти надписи? Хотелось бы пару слов сказать. Значит, это имя самого устройства, его статус, сеть. В данном случае... В данном случае вот эти поляны, твердки, девайс-классы, это, в общем-то, такое условное понятие. То есть мы можем сортировать наше устройство, например, по выполняемым функциям, либо по типу плат, которые подключены, либо по датчикам. То есть как мы хотим, мы так и классифицируем наше устройство, соответственно, относим их к тому или иному классу. Далее можно посмотреть более детально информацию о том, что происходит с устройством, подключенным к сети. Значит, здесь у нас есть первая вкладка, это Equipment. Значит, здесь мы видим, какое оборудование подключено у нас к нашему устройству. В данном случае это датчик температуры, который периодически отсылает нам температуру, и светодиод, который подключен на порт водозрения. После этого есть вкладка нотификации. Значит, здесь мы можем увидеть тоже информацию, которую наше устройство периодически отсылает на серию. И команды. Это команды, с помощью которых мы можем управлять нашими устройствами. Например, я хочу сформировать логическую единицу на порте ввода-вывода, то есть, мемеслами, зажечь светодиод. Значит, у меня есть команда, вот, update, let's state. Эти команды мы также формируем самостоятельно. Когда мы перейдем к рассмотрению петоновского кода, мы посмотрим, как создаются эти команды, как они называются, как они формируются. То есть, все это мы с вами еще рассмотрим. После этого формируются, да, все сообщения между устройствами и сервером, и клиентами передаются в JSON-формате. После этого мы формируем JSON-формат, описываем наше оборудование, ну, и отправляем на устройство. И вот мы видим, наш светодиод зажился. Точно так же отправляем сообщение, мы хотим его потушить. Он потушен. Вот таким образом работает административный ресурс. Также можно сформировать новую команду, то есть, здесь будет записано имя той команды, имя которой мы сформируем с вами в исходном коде, которое будет запущено на устройстве. Вернемся к нашей презентации. Откуда берется адрес URL, по которому мы заходим? После регистрации мы получаем, в общем-то, эти URL, то есть это админ URL и API URL, который прописывается в устройстве. И по этим адресам дальше осуществляется админ данными с устройством, либо с клиентом. То есть это наш уникальный адрес у всех. После регистрации у каждого он будет свой. И именно через этот адрес происходит общение через HTTP polling или long polling, либо web software. Несколько слов о маршрутизации. DeviceHive, то есть, как я уже сказал, поддерживаются следующие методы маршрутизации. То есть это может быть polling, long polling, либо web software. То есть если мы хотим установить какое-то одноразовое соединение, то мы используем polling, либо long polling. Если мы хотим быть постоянно подключенными к устройству или клиенту и обмениваться данными постоянно, то используется web socket с HTTP и соединения. Идентификация. То есть зарегистрировать устройство на сервере можно следующим образом. То есть устройство идентифицируется, передавая два пользовательских HTTP заголовка. Это уникальный идентификатор устройства и ключ аутентификации устройства. Теперь хотелось бы рассмотреть пример HTML-страницы. То есть пример веб-приложения, с помощью которого мы можем управлять нашим устройством. По сути, это очень простая веб-страница, на которой мы создаем две кнопки. И по событию wrong click вызывается JavaScript-литровая африца, в которую передается ноль или единица. Соответственно, мы хотим эту ноль или единицу передать на наше устройство и управлять светодиодом. На самом деле светодиод – это просто пример. Конечно же, это может быть какой-то исполнительный механизм, какое-то сложное устройство и так далее. То есть что-то, чем можно электрически поуправлять. Вот дальше как выглядит наша JavaScript-литровая функция. Мы используем XML-шткп-реквесты, делаем пост-запрос и указываем тот самый адрес, который мы получили при регистрации. После этого указывается идентификатор устройства. Проходим аутентификацию с указанием логина и пароля. После этого формируется JSON-сообщение, в котором указывается вот то самое название команды, которую мы хотим отправить. Указывается наименование оборудования, его состояние. Ну и, собственно, в самом конце JSON отправляется на сервер. Работает это все следующим образом. То есть хотелось бы просто сакцентировать внимание на том, что достучаться к серверу очень просто. То есть по большому счету мы написали всего лишь 5 строчек кода. Мы совершенно не вникаем в то, как работают какие-то протоколы, там TCP, IP, RESTful протокол. Мы совершенно на это все не вникаем. Нам достаточно просто указать, создать пост-запрос по вот этому адресу, отправить JSON, и мы уже управляем устройством. То есть буквально 5 строчек кода. Работает это все вот так. Вот это наша HTML-страничка. Значит, вот кнопка ON. Светодиод зажегся. Я не знаю, так сказать, с последних рядов видно это. Ну, я могу кручить, да? Ну, я думаю, видно. И точно так же мы можем его потушить. То есть фактически вот такой простой код позволяет нам обмениваться. Может, вопрос. Да. Как насчет секьюрности? Я могу пропарсить вашу страницу, и почему бы с вашим устройством попал прям в запрос? Нет. Дело в том, что вы имеете в виду пропарсить страницу, когда она где находится. Ну, вы в JavaScript не получали вашу, но вы точно так же пересклить на всякие программы, вот запросы подставлять. А, ключевые идентификации? Ну, там же идея, чтобы сюда воскликнуть. В общем-то, есть, да. Но мы рассматриваем самый простой пример. Если вы хотите, мы можем в конце обсудить методы. На самом деле, секьюрность это отдельный раздел. Он, кстати, на сайте DeviceHive, там по секьюрности самый большой документ. Там используются, в общем-то, масса дополнительных методов, которые позволяют избежать этого момента. Так, ну вот он с вами код, тот, который мы смотрели. Вернемся в нашу презентацию. Да, JavaScript библиотека, то есть JavaScript библиотека является простой, в общем-то, оберткой вокруг RESTful протокола, который включает в себя набор методов для доступа к соответствующим ресурсам DeviceHive. То есть, как уже было ранее сказано, JavaScript также поддерживает лонг-полинг и веб-сокеты. Также используется механизм так называемых каналов. То есть, клиенты открывают канал, подписываются на модификации сервера и затем обрабатывают их в соответствующих полпеках. Ну вот пример того, как можно использовать JavaScript библиотеку для работы с DeviceHive. То есть, вы создаете новый экземпляр клиента либо устройства. Ну и вот здесь рассмотрены методы аутентификации на сервере. То есть, при помощи логина пароля, либо ключа доступа, либо device-ind, device-ключа, либо при помощи для тех, кто использует jQuery, можно сделать доступ с помощью dfc. Ну и примеры функции. Если будут какие-то вопросы, вы записывайте, мы в конце еще более детально рассмотрим. Ну и, в общем-то, библиотека Python, Python, скажем, для Python, которая запускается именно на устройстве. То есть на устройстве, на котором есть интерпретатор Python, интерпретатор Python сейчас уже есть, наверное, практически везде. Я думаю, в ближайшее время, наверное, он появится даже на 8-разрядных гидроконтроллеров. Пока этого нет, но я думаю, в ближайшее время это возможно будет. На 32-х? На STM, наверное, да? Да. Серьезно, на STM уже Python перспективируется, да? На 4-й серии, да. Мы знаем, что есть после этого, да? Вы уже работали? Смотри, да. А какая версия Python, кстати, интерпективности на STM? Я не помню, если честно. Помню, еще было как-то правительство сломано, а ватт с... Так, может, уже и JavaScript они подняли. 32-х отрядных гидроконтроллеров. Я к чему это все говорю, что, в общем-то, код переносимый и может работать практически на любом устройстве, на котором есть более-менее Linux-ообразная операционная система, на которой можно развернуть Python. Для работы с этой библиотекой нам потребуется Python версии 2.7. Построена библиотека DeviceHive на основе пакета Twisted. Это коммуникационный пакет, который работает с HTTP протоколом и в обслуживании. Установить ее, в общем-то, на любое устройство очень просто. Для этого необходимо выполнить следующие операции. То есть устанавливается питомовский пакетный менеджер, устанавливается пакет Python Dev, после этого Python Twisted. Ну и, скачав саму библиотеку, надо выполнить всего лишь вот эту строчку, то есть проинстолировать библиотеку. Пару слов о том, в общем-то, как построен код и что мы для этого используем. То есть сначала мы импортируем компоненты самого DeviceHive и описание интерфейсов. При этом на D-стройке импортируют большинство модулей, которые могут понадобиться для реализации DeviceHive приложения. Дальше описывается основной объект, который мы хотим реализовать. Этот объект должен предоставлять реализацию зеленых интерфейсов. Одни из основных методов, которые используются, это OnConnected, то есть это метод, с помощью которого мы подключаемся к серверу, и метод OnConnected. Значит, метод OnConnected будет вызван, когда библиотека установится в мине с DeviceHive сервера. Вот пример того, как она может быть реализована. В этом методе вызывается DeviceSafe, который регистрирует устройство на сервере DeviceHive. И при регистрации на сервере, для того, чтобы устройство зарегистрировалось на сервере, мы должны описать свой объект DeviceHiveInfo, который потом через JSON-сообщение передается на сервер. И вот в этом DeviceHiveInfo мы, собственно, передаем наш ID, ключ, наименование, то есть как мы назвали наше устройство, это название потом отодозится на самом сервере, информацию о сети, и вот в конце мы передаем информацию об оборудовании, которое находится на нашем устройстве. То есть это могут быть датчики, это могут быть порты ввода-вывода, исполнительные механизмы, в общем, все, что подключено к нашему устройству. Ну и после этого, да, кстати, можно сказать, что основная обязанность это правильное указание из идентификатора устройства. То есть это вот тот самый ID, вот он, это часовая константа, по которому эти устройства регистрируются на сервере. После этого, используя доступный библиотек Fabric, создается транспорт, и, собственно, запускается питомовский реактор. Используется AutoFactory и с помощью AutoFactory в этом коде, то есть код сам принимает решение о том, как бы протокол использовать, будет это HTTP протокол, либо это будут WebSockets. Если мы не хотим, в общем-то, использовать AutoFactory, а, допустим, нам нужны только WebSockets, то мы можем это реализовать следующими образом. При этом вот здесь, опять-таки, указывается тот конкретный адрес, наш уникальный адрес, который мы получили при регистрации на сервере. Пару слов хотелось бы еще сказать про deferred объекты, которые объединены в 300 таким образом, что с ними можно ассоциировать callback функции. Примеры, которые, в общем-то, ниже показаны. Для этого используется метод addCallBack. При этом первым аргументом передается функция, которая будет выполнена в случае успешного завершения процесса регистрации, а второй, вторая функция, в случае возникновения ошибки. Сам код, который сейчас у нас запущен на Raspberry Pi и на Intel Galileo, это, в общем-то, один и тот же код, который переносится, который работает на обоих платформах, хотя платформы совершенно на разных процессорах, то есть в одном случае это ARM процессор Broadcom, во втором случае это Intel процессор с 86-й архитектурой, и, вовремя, один и тот же код запускается на обоих платформах практически без изменить. Пару слов про сам код, то есть импортируются стандартные, в общем-то, компоненты для запуска приложения в самом начале. После этого пишется класс PlayGPU, который, хотелось бы сказать, что изначально код был написан для Raspberry Pi. И так как у Raspberry Pi существует специфическая периферия, это порты года-вывода, и, в общем-то, файловой системе Raspberry Pi в CIS-FAC, все привязано к этим портам ввода-вывода, поэтому, если код запускается на каком-то другом устройстве, то есть, может быть, десктоп, либо какая-то другая плата, вот создается вот этот класс PlayGPU, который эмулирует работу портов ввода-вывода так, как это было бы в Raspberry Pi. после этого мы после этого мы после этого мы импортируем компоненты deviceHive и Twisted для того, чтобы это приложение функционировало так, как нам нужно. Создаются переменные, которые содержат в данном случае на CIS-FAC путь к файлу, из которого мы читаем нашу температуру. Дальше создается переменная, в которой прописан наш адрес. Опять-таки тот же самый адрес, который мы получили при регистрации на сайте deviceHive. После этого идет класс Raspberry Config, в котором при помощи декораторов описываются все параметры устройства, которые впоследствии будут передаваться на сервер. Это вот тот самый идентификатор устройства, ключ, имя, статус и оборудование, которое существует на нашем устройстве. И после этого идет класс, в котором написываются методы для установления соединения с сервером. Функция AllConnected, OnSubscribe, то есть что будет выполняться в случае подключения, если подключение прошло нормально или ненормально от рабочих этих событий. и после этого мы описываем класс, который задает функционирование нашего датчика температуры, то есть вначале читается с файла температура и определенным образом обрабатывается. В самом конце, не буду останавливаться уже подробно на деталях, потому что это очень-то достаточно скучно, в самом конце наконец-то мы дошли до нашей функции имейн, где запускается автофактори, осуществляется подключение по блоку по тому самому ОРЛ, который мы получили при регистрации, ну и запускается реактор программа работы. Пример этого всего хотелось бы еще показать на вот что, то есть у нас запущено, у нас сейчас создано сейчас, 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 сейчас мы перезапустим. Да, запустить приложение очень просто, то есть запускается педановский интерпретар с именем файла, после чего наше приложение начинает работать. Вот, я просто хотел показать, в общем-то, вот, вот, с жало-скриптовой библиотекой написан на видеошлемной странице, которая загружается с мобильного устройства, ну и вот сюда выводится температура, конечно, плохо видно, и мы можем управлять нашим светодиодом, то есть мы включаем, выключаем, все работает. Естественно, в общем-то, дело не в том, чтобы через СССРНЭТ помыгать светодиодом, конечно же, это не задача, и, в общем-то, все это делалось не для этого. Дело в том, что, дело в том, что показать для работы с облаком, нужно написать со стороны клиента всего лишь 5 строчек кода, но питом, конечно, посложнее, но если, например, я думаю, не описывать классы устройства, просто установить соединение, обмениваться сообщениями, то это будет не больше 50 строчек кода. И мы уже выходим в облако, мы имеем соединение с сервером, который может, в общем-то, располагаться где угодно, и опять-таки, мы не имеем тех проблем, которые были бы связаны с самостоятельным написанием интерфейсов, с самостоятельным написанием протокола обмена данными. То есть за это это уже все реализовано, это все уже работает, и всем можно пользоваться. Пару слов, вот Марина в самом начале говорила о предстоящем хакатоне. Возможно, возможно, да, кстати, вот еще хотелось бы сказать о том, что кто работает с 8-разрядными микроконтроллерами, с 16-разрядными, с 32-битными, также есть библиотека для микроконтроллеров. Она реализована на IC, вы можете ее запустить, то есть, используя сишный компилятор, практически на любом микроконтроллере на сегодняшний день, использовать ее очень просто, то есть, скачиваете исходники, добавляете в свой проект, и, по сути, используете всего лишь две функции, Apprite, Byte и Polychain. Ну, в общем-то, вот вывод как раз уже реализован. Если вы используете интерфейс RS-232, я так понимаю, вы это не будете, то нужен еще будет шлюз. В качестве шлюза, в общем-то, может быть использовано любое устройство, на котором вы можете запустить либо джавэскликтовую библиотеку для шлюза, либо питомца. Ну, например, это может быть что-то наоборот. То есть, либо, например, какая-то вот такая плата, которая, ну, например, Raspberry Pi будет у вас использоваться в роли шлюза, и какое-то количество устройств микроконтроллера, которые подсоединены через RS-232, либо через Bluetooth, и все они получат доступ к облаку. Пару слов по поводу предстоящего хакатона. 7 ноября у нас будет проводиться ДТА проводит хакатон как раз на эту тему, DeviceHive, в общем-то, все идеи, которые так и не иначе могут быть связаны с удаленным управлением объектами, с опросом датчиков, с обменом информации на расстоянии, через облако. Вот как раз все это будет рассматриваться здесь, на этом хакатоне. Проводиться он будет на вот таких демо-бордах, то есть здесь установлено Intel Galileo 2, кроме этого здесь есть определенное количество периферии, вот она здесь вся перечислена, это периферия. То есть тут есть датчики температуры, дисплееры, ширинки портов, всевозможные другие датчики, освещенности, влажности, да, то есть, по сути, в общем-то, есть все для того, чтобы построить какую-то свою автоматизированную систему управления, подключить ее к облаку, ну и каким-то образом через какие-то мобильные устройства чем-то управлять. То есть это может быть умный дом, это может быть какая-то система по безопасности, это может быть все, что угодно. На прошлом хакатоне у нас есть как раз человек, который реализовывал свою систему отопления через девайс хайп и управлял этим всем с мобильным пирхом. Возможно, у вас будут какие-то свои идеи, которые будут какие-то реализовать, подкопывать. Будем рады вас видеть на хакатоне. Пожалуй, на этом все. Если есть какие-то вопросы, давайте обсудим. Вы попробовали работать с хилл-стройством в лампус, 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 в лампус. Как с протоколом вообще вы решаете этот вопрос? Есть готовая библиотека, которая как раз для хилл реализована. А с лампусами работали? Работали тоже. А есть изменения в лампусе нового протокола? Честно говоря, лично я, не я писал, но в конце меня оценим я вас просто познакомлю с человеком, который организовывал этот проект. Я думаю, это так и реализовывал. Скорее всего, просто въем, через ивертку и все. Протокол, я думаю, используется тот же самый, который вы можете попробовать реализовать свою такую-то реку. С хью точно есть. Дело о том, что с Philips и с хью был демо-проект, который я тогда буду показывать. И здесь, кстати, тоже это показывать. Есть еще вопрос по одной вещи. у вас логика POST корпоративного прошивки на и по-программ с прайсингом. просто по-принципу работа. То есть мы заливили эту прошивку, направили в наш сатрон. А вы работали с IP82-66? в принципе его можно конфигурировать всегда. Его можно конфигурировать откуда угодно. Вам плавно получить доступ по Wi-Fi из IP82-66. У нее есть функция заливки прошивки через Wi-Fi совершенно несложно. То есть он может быть если он подключащий тоже срочно подключить. Конечно. Там есть загрузчик, который отслеживает все входящие сообщения. Если он понимает, что это новая прошивка, он ее загружает в папку и заработает с ним. Более того, есть возможность иметь несколько прошивок и переключаться. неудача 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 мы недорого купили, да? Дорого если все. Ну да. Это у вас какой-то проект есть, да? Это у нас или стартап какой-то. А, это у него мутрики у вас университет молодец. У вас университет балует такими штуками. Это хорошо. Есть масса информации по Wi-Fi 8266 и в частности с этой библиотекой вы можете взять, я думаю, ваши читаются курсы какие-то по облачным технологиям в университете. Что-нибудь такое есть? В редком все на меня списались. Вот. Вы можете диплом написать. Может быть, делали диссертацию за этим. Я начал даже начинал два курса. Начинал. Если нужна какая-то дополнительная информация, обращайтесь. Я в CSP как раз лично работал, поэтому есть о чем рассказать. Да. По поводу улетенения. 100% улетенение. Ну, мы можем сейчас пригласить нашего директора. Вы с ним все это все и все и все. А у вас какой-то сноплатный нечестный? Ну, останьтесь минут на 5 мы обсудим этот вопрос. Нет, по поводу этот датчик с Wi-Fi за пару долларов. Да, да, да. А там в курсе как раз да, через Python можно это все называть? О, на самом деле, может быть, вы знаете, есть такой язык Луа. Нет? Кто-то засмеялся, наверное, он уже имел возможность поработать с этим языком, да? Ну, что? Вам понравилось? Это, в общем-то, некий такой симбиоз Python и JavaScript в очень опрезанном варианте, и он как раз очень-то... Там очень мало памяти, там 32 килобайта памяти, и по сути, по большому счету, пытаются интерпретировать, пытаются написать полноценные интерпретаторы там для Python и для JavaScript, но пока это скорее такой стаж-дороскрипт, но пока это, скорее, такой стаж-дороскрипт. Ну, это много для, например, ассемблера или современных C-компиляторов. Да, это много. Но если это Python или JavaScript, то это ничтожно мало, к сожалению. Это, может быть, но истокат по-моему, из Python или это может не ошибаться? Ну, пока нет. То есть, пока они везде на сайтах пишут, что Python SDK, в общем-то, и более того, появился интересный проект, называется он ESPorer, он полностью написан на Java, то есть, это ESPorer и так далее. И там, в этом ESPorer можно писать тремя способами. Значит, либо это JavaScript, либо это Python, либо вот этот лог. Еще там еще по-моему, это прошивка в Node.MCU она называется, эта прошивка. И вот с этой Node.MCU вы можете работать на JavaScript. Более того, да. Вы имеете в виду, в чем пространство? В килобайтах, в строках? Ну, там, сколько можно узнать, сколько там будет уходить статистики собраться на экономику? Ну, я могу сказать из своей практики максимальный проект по подключаемому устройству было порядка 94-95 устройств в логинок было подключено. Проблем никаких не было, и все работало. Да. Это так, по-моему, то есть они все неограничены, а так, то есть явного ограничения, по крайней мере, никакого нет, потому что можно подключить только два устройства, а дальше 5 долларов за каждое следующее устройство. Такого нет. То есть пока все, я думаю, в дальнейшем все устройства бесплатные. Отключаются неограничены ничем. Но это достаточно проблематично сформировать лог какой-то огромный. В принципе, вам скорее надо бесплатить. У нас был случай, когда длина лога, у нас был проект, который написан, использовался линуксовые функции сконтактной мсс-лог, которые записывали лог на флешку в Raspberry Pi, и там была флешка на 4 гигабайта. Так вот, эта флешка закончилась уже, а туда логи еще писались. Немного, это, да, ну, допустим, стоит где-то такое устройство, ну, не знаю, управляет там чем-нибудь очень далеко. И, конечно, постоянно пишет лог. Причем, туда пишется все, и стадер аут, и ошибки все, все выводится в этот лог. И вот эти 4 гигабайта закончились, я так помню, примерно за неделю. При этом сюда, здесь логи в одной консоли мы продолжали видеть. Здесь это все прицепло. Все еще. У меня вопрос, есть вообще такая возможность взять вот этот опенсорс и развернуть допустим в локальную сеть? Да, конечно, я же говорил, если вы на сайте девайскаев вы с доктором работали, да, вы можете скачать готовый и развернуть его у себя в локальной сети и сделать свой интернет вещей у себя дома. Может быть, еще какие-то вопросы? Если у вас вопрос, расскажите, пожалуйста, там написано Zignal, девайс, правда, есть уже библиотека? Есть готовая совершенно верно. В более высоком логике. Да, она реализована на сети. Библиотека, я дам стадии. Может быть, здесь преобладают сишники. В общем-то, есть библиотека, реализованная на си, и там поддерживается большинство протоколов. Там есть и SPI, и 2C, есть и ZIGI протокол. Все это там реализовано. Я почему сегодня не упоминал, библиотека это очень большая, то есть там очень много срочных входов, там реализовано много дополнительных функций, там и JSON парсер, и обработка HTTP сообщений, веб-сопит, но она большая. Собирается эта библиотека при помощи Boost. Boost это отдельная история, которую нужно надо отдельно комплинировать и собирать под конкретную платформу. Но, в общем-то, вообще это есть. Кто хочет поработать с библиотекой, она доступна. Что? Boost это толстое, это толстое, это толка. И вот, в частности, на Raspberry Pi Boost комплинируется, по-моему, двое или трое суток. Про коммерческие проекты ничего не могу сказать, это коммерческая информация, а вот R&D очень много. В частности, в Татар есть четыре лаборатории в Украине, в Одессе, во Львове, в Киеве, в Харькове, и вот во всех этих лабораториях, в университетах, этот курс практический курс проходит большинство студентов, они имеют, учитывая, дипломные проекты с этой тематикой, и лабораторные работы проходят лечебно-практики. То есть, они полноценно ознакомятся с этой технологией, делают какие-то свои законченные проекты. Происходит это все вот в этих лабораториях на таких стендах, то есть, на тех самых стендах, на которых будет проводиться как-то. если я, допустим, хочу написать нативное приложение под мобильный телефон, у меня есть только возможность REST API или еще какая-то есть? и вообще как, допустим, получить список конечной, допустим, температуры, допустим, я хочу знать, допустим, я хочу включить, выключить, это уже базов три запроса, да? Да, это так же так. То есть, у меня только REST API есть, все, или еще что-то есть? Ну, вы можете прочитать, прочитав просто все оборудование, вы прочитаете джейсон, в котором будет полный перечень ваших сообщений, в смысле, от датчиков. А конечные линки, вот, допустим, на запрос температуры, это формируется самим сервером уже как-то? Ну, данные в любом случае вы будете читать именно с сервера. То есть, сначала эти данные попадают на сервер, потом вы читаете уже с сервера. Приложение нативное под Android или под iOS? А, тогда разница? Ну, для газеты разные. На сайте DeviceHive это статистически разный. А если я, допустим, хочу, ну, я знаю, просто библиотеки учитывают особенности той или иной технологии. То есть, когда Android она одна, тут iOS она немножко... Если сервер меня дает расти, а зачем я еще в этой библиотеке не отрабатываю? Ну, эта библиотека просто состоит из уже готовых функций, которые вы можете использовать и не тратить для этого их написания. Да. Есть девайс, есть, собственно говоря, сервер, инициация соединения между самим девайсом и сервером. Девайс может исключен, выявить, очередь задач может формироваться на сервере, как я понимаю. Собственно говоря, сервер постоянно пытается найти девайс, но и девайс запрашивает своего... Иницирует соединение устройства. То есть, оно не может находиться в фоновом режиме. Чтобы сервер опрашивал либо, где и... у нас есть адрес внешний IP-шник устройства. Так. Со сервера можно запросить конкретно устройство по какому-то IP-шнику? Конечно, но тогда вы это иницируете, например, своим приложением, бэд-приложением. То есть, идет запрос откуда-то с какого-то клиента на сервер. В свою очередь, сервер начинает искать это устройство по вот тому адресу, по URL. Да, конечно. Конечно. То есть, вы даете запрос на сервер с какого-то веб-приложения либо с того же нативного приложения на мобильном телефоне. У вас есть вот этот самый URL. Сейчас. То есть, грубо говоря, как это все работает? Значит, у вас есть URL, через который работает само устройство, и сервер начинает его искать. Рано или поздно, если он в сети, он его обязательно найдет. Да, ну, что? Это должно быть нахорошо в URL. То есть, это, я не думаю, слегка плохо видно, из чего состоит URL, но если устройство не имеет какого-то внешнего IP или находится внутри какой-то сети, таким образом он его найдет. Вот эта часть реализована в этой библиотеке. Через WebSocket. Что-что? Если, 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 если вы это реализуете через WebSocket, то у вас есть постоянно открытые эти сети и средства. А если его нет? А почему его нет? Девайс может быть в одном помещении, может быть в другом помещении, может быть в третьем помещении, он может выходить в сеть из разных частей. Собственно говоря, для того, чтобы он вышел, дальше он должен уже сам установиться в соединение. Это один случай. Второй случай, когда девайс находится на каком-нибудь, грубо говоря, внешней IP-шнике, можно здесь указать конкретно этот IP-шник, где серверу получать свои данные. Как раз для того, чтобы не иметь дела с IP-шниками, у вас есть вот этот вариант, через который реализуется это соединение. Для чего возможно, Можно я заточню вопрос? Вы говорите о том, будет ли на гипердевайсе конкретно? Да. Нет, нет, не будет на гипердевайсе. Девайс будет болеть на рече этого. Вот я же вот это и спрашиваю. Ну, если так, это не веб-собик. Ну, а я как раз рассматривал случай с веб-собиками. А работать мы можем либо через поинг, либо через веб-собик. Самый верх веб-собик тоже работает? Да, в общем-то да. Ну, тот же самый кодный питоник можно запустить через эмулятор и совершенно нормально будет. Какие-нибудь зернишки тоже? Да, да, конечно. Это вы для университета рассматривали? Да и для работы в общем-то. Для университета да. Возможно, если еще у кого-то какие-то вопросы, мы можем обсудить это индивидуально. Наверное, пожалуй, на этом сегодня закончим. Кого? Вот это? Конечно.